Что такое Болдинская осень? Каким женщинам посвящал Пушкин свои стихи? Кто был экзаменатором юного Александра на лицейском экзамене? Эти и многие другие вопросы подготовили организаторы пушкинского диктанта. Дату проведения 6 июня выбрали не случайно, ведь это день рождения поэта. С большим национальным днем, днем русского языка, с днем пушкинской поэзии. В этом году мы отмечаем 220-летний юбилей со дня рождения нашего любимого поэта. В течение 40 минут участники отвечают на порядка 20 вопросов. Их количество и сложность зависят от возраста. Для младшеклассников акцент сделан на сказке Пушкина и знания русского языка. Мне понравилось задание, где надо было. Нам давались цитаты Александра Сергеевича Пушкина, в которых были пропущены гласные буквы. Их нужно было составить. Некоторые из них были настолько легкие, что даже думать не пришлось, а некоторые были такие с подковыркой. Варианты для взрослых дополнительно разделены на два уровня сложности – базовый и продвинутый. Однако участники признаются, что особых вопросов они не вызвали, как и не потребовали специальной подготовки. В каждом блоке была, наверное, какая-то своя тематическая направленность. Например, вот у нас в профильном уровне это был Болдинский период, это были сказки Пушкина. Ну и пара каверзных вопросов. Например, какая опера в каком году и кем написана по текстам Пушкина. Честно говоря, я не ожидала таких вопросов, но это новый интересный опыт. Стоит отметить, что идея акции родилась на Рязанской земле пять лет назад. Однако по-настоящему массово она проходит в третий раз. Диктант пишет по всей стране. Только в Рязани организованы десятки площадок. Они находятся на базе школ, вузов, детских оздоровительных лагерей. На вопросы отвечают порядка 500 человек. Второй год подряд рязанские учителя русского языка и литературы выигрывают гран-при по разработке вопросов. В том году также благодаря этому гран-при мы были столицей пушкинского диктанта. В этом году, так как юбилей Пушкина, столица в Болдине. Результаты станут известны 20 июня. Их можно будет увидеть на сайте учителей русского языка и литературы. А дипломы и сертификаты участники получат 10 июля.